Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как сделать декоративные веточки хлопка и вербы. Первым будем создавать хлопок, но прежде чем мы начнем, предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы не потерять его из виду. Из плотного картона я вырезала шаблоны коробочек разных размеров. Шаблонами по традиции поделюсь с вами по ссылке в описании. Для создания коробочек понадобится коричневый фоамиран толщиной 1 мм. Прикладываем к нему шаблон и обводим по контуру. Я обвожу не пишущей гелевой ручкой. Вырезаем. А сейчас немного затонируем заготовку сухой пастелью черного цвета. Для этого смачиваем кусочек поролоновой губки водой и проходимся по поверхности сухой пастели. После чего окрашиваем будущую коробочку хлопка с двух сторон. Боковые срезы заготовки также тонируем. Затем прикладываем один из лепестков заготовки к подошве разогретого утюга. Складываем лепесток пополам и выгибаем кончик кверху. Нам нужно, чтобы все лучики коробочки были вздернуты кверху, поэтому повторяем манипуляции с остальными лепестками. Смотрите, что должно получиться. Приподнимаем все ответления коробочки вверх и прикладываем к разогретой подошве утюга центральную часть. После остывания коробочка зафиксируется в таком виде. После чего берем вату. Снимаем тоненький слой и немного растягиваем его. Далее из ваты формируем шарик и укладываем его по центру тонкого слоя ваты. Подгибаем верхний край и соединяем концы ваты спереди. Лишнее просто отрываем пальцами. Разглаживаем заготовку и продолжаем формировать остальные аналогичные части будущего холета. Я делала коробочки хлопка с пятью делениями. Это значит, что для одной коробочки понадобится пять таких шариков. Наносим клей на лучики коробочки и по очереди вклеиваем подготовленные шарики из ваты. Музыка. 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 На следующем этапе все ватные шарики нужно склеить между собой, чтобы изделие лучше держало форму. Музыка. 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 Также импровизированный хлопок подклеиваем и по центру. В результате получаются вот такие коробочки хлопка. Для формирования одной из веточек я подготовила 6 коробочек с волокном. У меня в роли веточки выступит часть виноградной лозы, можно использовать сухие ветки деревьев из леса или парка. Моя ветка светлее, чем коробочки, поэтому я ее буду слегка тонировать черной акриловой краской. Вот к этим ответвлениям я буду крепить коробочки, и мне нужно, чтобы их кончики были более тонкие, для этих целей использую кусачки. По центру коробочки хлопка, с обратной стороны создаю отверстие и ножницами вдавливаю края фомирана внутрь, чтобы они смотрелись более аккуратно. Наносим клей на кончики веточек и приклеиваем по очереди все коробочки. и так далее. Вот такие веточки хлопка у меня получились в итоге. Смотрятся очень правдоподобно и делаются просто. Следующие на очереди веточки вербы. Сами котики я буду лепить из вот такой самозатвердевающей массы. Выбрала серый цвет, так как настоящая верба с серым отливом. К слову, можно их слепить из соленого теста. Отделяем от массы небольшие кусочки, катаем массу между ладонями, чтобы получился шарик, вытягиваем кончик и сглаживаем очертания почки. Заготовку насаживаем на иглу, чтобы в последующем с ней было проще работать. Оставляем сушиться на ночь. Итак, наши заготовки высохли, можно продолжать их декорировать. Я буду использовать белую пудру для создания бархатной поверхности. Еще мне понадобится акриловый лак и сито. Складываем лист формата А4 пополам, чтобы по готовой бороздке можно было вернуть пудру обратно в баночку. В сито насыпаем пудру и покрываем почку акриловым лаком. Посыпаем ее пудрой через сито и оставляем сушиться. Точно так же подготавливаем остальных котиков. Субтитры создавал DimaTorzok Пудру возвращаем в баночку. Котиков покрываем лаком для волос, чтобы пудра не осыпалась и снимаем их с иголочек. Для одной веточки я подготовила 15 почек. Также понадобится веточка, мне досталась ветка после сезонной обрезки деревьев. Можно поискать сухие веточки в парке и лесу. Надрезаем кору ветки, чтобы получились ячейки для вклеивания почек. Если случайно срезали кору полностью, то можно просто приклеить ее обратно. Наносим клей в надрезанные части коры и вклеиваем котиков. Субтитры создавал DimaTorzok веточки. Вот и все, веточки вербы готовы. Я их специально подготовила на вербное воскресенье и Пасху. Кстати, у меня на канале есть еще одно видео с идеей по созданию веточек вербы. Ссылку оставлю в описании, там сами почки я формировала из фольги. На сегодня это все, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его из виду на просторах интернета и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе свежих видео. И обязательно берегите себя! До новых встреч в следующих видео, пока-пока!